Многих интересует вопрос, можно ли носить найденный крестик, не возьмем ли мы грехи человека, который носил этот крестик. Стоит обратиться к истокам. Откуда вообще появилась эта традиция носить крестики? Изначально крест – это орудие казни в Римской империи. Христу прибивали или привязывали особо опасных преступников – изменников, бунтовщиков, военнопленных, беглых рабов, разбойников. Распятие – одна из самых позорных и мучительных казней. Человек мог жить и мучиться несколько суток. Именно так был убит Иисус Христос в Иерусалиме. После воскресения Христа на третий день после распятия, крест становится христианским символом победы над смертью. Вот что говорит об этом Иоанн Златоуст. Прежде крест служил наименованием наказания, а теперь стал объектом почитания. Прежде был символом осуждения, а теперь – знаком спасения. Он примирил нас, бывших во вражде с Богом. Почитание креста началось в IV веке, после того, как мать императора Константина, святая Елена, совершила паломничество в Иерусалим и нашла крест, на котором распяли Иисуса Христа. В честь этого события установлен один из 12 главных христианских праздников – креста Воздвижения. Празднуется 27 сентября. Нательный крест надевают на человека в таинстве крещения, в знак того, что он стал новым членом церкви. Нательный крест – это напоминание о том, что Бог умер за всех людей страшной смертью, чтобы искупить все человеческие грехи. Также крест – символ участия каждого христианина в креста в ношении Христовым. В корне неправильно воспринимать крест как амулет или оберег. Это языческие представления, которые не имеют ничего общего с христианством. Кроме того, крест Христов – это то, чем человек спасается. Нательный крестик – напоминание о том, что всех праведных ждет Царствие Небесное, в которое можно войти только через испытание, преодоление греха, умение быть добрым и славить Бога, несмотря на страдания. Как правильно носить нательный крест? Никакого специального учения церкви об этом нет. Но есть благочестивая традиция носить крестик под одеждой. Отсюда и название – нательный, потому что веру христиане демонстрируют своими делами. Кроме того, ношение под одеждой позволяет защитить крестик от поругания. В первые века принятия Руси христианства. Кресты носили не на теле, а поверх одежды, как ясные показатели христианского крещения. Позже право носить крест поверх одежды XVIII века имели только епископы. Еще позже и священники. Священнический нагрудный крест называется наперстным. От слова «перси» по-церковнославянски значит «грудь». Наряду с наперстным священники носят и нательный крестик. Русские люди на крестах клялись в верности, а обмениваясь нательными крестами, становились крестовыми побратимами. При постройке церквей, домов, мостов крест закладывали в основание. Существовал обычай из разбившегося церковного колокола отливать множество крестиков, которые пользовались особым почитанием. Снять с себя крест или не носить его, понималось всегда как богоотступничество. За всю историю христианства многие люди пострадали за свою веру, за отказ отречься от Христа и снять с себя нательный крест. Этот подвиг повторялся и в наше время. С нательным крестиком связано множество суеверий. Потерял крестик – случится беда. Потерянный кем-то крестик нельзя поднимать, крестик нельзя дарить, на цепочке нельзя носить и тому подобное. Все они не имеют под собой никаких оснований. Можно купить новый крестик, носить подаренный или найденный, осветив его в храме. Те крестики, что продаются в храме, освещаются специальным чином. Друзья, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. Поделитесь этим видео в соцсетях. Спасибо за просмотр.